И сегодня мы поговорим о продуктах, которые являются злом для ваших сосудов, вызывая нарушения их работы и повреждая их. А также о том, что нужно добавить в свой рацион, чтобы улучшить состояние сосудов, их эластичность и работу всей сердечно-сосудистой системы. Меня зовут Сергей Длин, я врач-невролог, остеопат, специалист по превентивной медицине. Итак, когда мы говорим о состоянии сосудов, мы в первую очередь имеем в виду образование холестериновых бляшек, то есть атеросклероза. И основным продуктом, номер один, который является источником формирования этих холестериновых бляшек, является сахар. Дело в том, что употребление большого количества сахара, сладкого, вызывает повышение глюкозы в организме. Глюкоза нашему организму нужна для энергии. Но если ее настолько много, что организм не может ее использовать, формируется ее избыток в крови. Этот избыток глюкозы повреждает стенки сосудов, что приводит к образованию как раз-таки атеросклеротических бляшек. Следующее вещество, которое повреждает стенки сосудов, ухудшает эластичность сосудов, это алкоголь. Этиловый спирт, попадая в кровь, повреждает стенки сосудов и также формирует образование бляшек. И с другой стороны, этиловый спирт влияет на эластичность сосудов, а это сократимость и расслабление. Фактически, когда возникает ухудшение вот этой вот функции сократимости и расслабления, то есть движения сосуда, также это приводит к формированию гипертонических болезней и неправильной работы сердечно-сосудистой системы. Следующая группа продуктов, которые повреждают наши сосуды, это переработанные продукты. В своем составе они содержат большое количество консервантов и трансжиров. К этим продуктам относятся колбасы, сосиски, различные сладости, конфеты и полуфабрикаты. И у многих людей они находятся в рационе, в ежедневном, так сказать, режиме. И эти продукты как раз способны со временем накапливаясь повреждать стенки сосудов. Еще одна группа продуктов, которые повреждают стенки сосудов, это продукты гликации. Продукты, которые содержат конечные продукты гликации, это, например, мороженое, или, например, картошка, это крахмал, по сути говоря, сахар, пожаренный в масле, соответственно, соединение сахара с жиром, либо соединение, например, белка с жиром, то, что происходит в мороженом. Также бургеры, фастфуд, это тоже содержит в себе большое количество конечных продуктов гликации. Все это часто запивается сладким каким-то напитком, который тоже относится к конечным продуктам гликации. И фактически люди, которые употребляют фастфуд, получают двойной или тройной удар по своим сосудам, по работе желчного пузыря и печени. В общем, конечные продукты гликации крайне вредны для наших сосудов. Итак, давайте перейдем к продуктам, которые помогут укрепить стенки сосудов. Первая группа продуктов содержит витамин С и биофлавоноиды в своем составе, которые способствуют укреплению стенки сосудов, улучшают ее эластичность. И к этой группе продуктов относятся ягоды, относятся овощи и зелень. Такие продукты, как чеснок, лук, куркума и хрен, помогают значительно улучшить состояние сосудов, уменьшить холестериновые бляшки и также притормозить развитие атеросклероза сосудов. И третья группа продуктов – это продукты, которые содержат омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты помогают предотвратить развитие холестериновых бляшек, то есть атеросклероза. Они очень здорово связывают липопротеиды низкой плотности, то, что люди называют в простонародье плохим холестерином, и, в общем, являются очень полезными для улучшения эластичности сосудов. Омега-3 содержится в продуктах, таких как рыба, разных морепродуктов, но зачастую мы недополучаем в своем рационе того количества, которое нам нужно. Поэтому здесь хорошо очень дополнять получение омега-3 в виде внешнего поступления из микронутриентов, ну, из различных БАДов. Кстати, на канале есть видео, где я подробно рассказал, как правильно выбрать биодобавку с нужным количеством омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Зеленый чай считается одним из лучших напитков для улучшения состояния сосудов. И несмотря на то, что в чае есть кофеин, который может повышать давление, и вроде как его вредно пить людям, страдающим гипертонией, но ученые показали, что небольшое количество чая, а это примерно 2 чашки в день, никак не повлияет на давление, но при этом улучшит состояние сосудов. При этом чай нужно пить в первую половину дня и желательно до 2-3 часов. Ни в коем случае его не нужно пить на ночь, потому что это нарушит сон. Красное вино является очень полезным для сосудов. Оно снижает количество эндофилинового белка, которое способствует развитию атеросклероза в сосудах. Также красное вино защищает от образования свободных радикалов, которые повреждают сосуды и формируют условия для формирования холестериновых бляшек. Но очень важно, красного вина должно быть немного, его использовать в этом случае нужно именно как лекарство, а это примерно 2 бокала в неделю. Поэтому для того, чтобы поддерживать здоровье своих сосудов, обязательно уберите продукты, которые вредят сосудам и добавьте те продукты и напитки, которые улучшают их состояние. Если это видео было для вас полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также поделитесь этим видео со своими друзьями для того, чтобы поддержать их здоровье тоже. С вами был доктор Длин. Заботьтесь о своем теле и своем здоровье правильно. Субтитры сделал DimaTorzok